В этом мини-выпуске хочу вам рассказать немного о США. Такая мини-рубрика советов. Расскажу немного о каждом городе. Это Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Нью-Йорк. В общем, все, что мне лично понравилось и все, что не понравилось. Отвечу на самый главный вопрос. Когда я приехал сюда, мне начали все задавать. Сколько денег нужно для поездки в США? И, конечно же, дам несколько советов, как можно оптимально съездить в США, сэкономить, возможно, немного денег и к чему стоит готовиться заранее. Что мы знали, но о чем мы не думали и совсем даже не предполагали, что на это у нас уйдет достаточно большая часть бюджета. Давайте, начинаем. Где что мы бронировали? Отель мы бронировали на вот этом сайте. Внизу, в описании, я оставлю ссылку на него. В среднем отеле у нас выходили на 100-120 баксов на четверых. То есть примерно 1700-2000 рублей на человека. Это достаточно хорошие отели. Это не хостелы, но поверьте, когда вы путешествуете много, когда проезжаете иногда по полторы тысячи километров сзади, вам не захочется быть в хостеле. Там вы отдохнуть не сможете и лучше заплатить на 5-7-10 баксов дороже. Есть банковские карты, которые возвращают кэшбэк от 3 до 10% от бронирования как отелей, так и авиабилетов. Сам я пользуюсь двумя картами. Это карта Бенбанка и карта Тинькова. То есть именно дебетовая, не кредитная. Ниже я приведу список всех отелей, на поиск которых я лично потратил около 3 дней. На мой взгляд, они самые лучшие как по цене, так и по качеству. Я изучил много отзывов, изучил разные цены на отели и они оказались одними из самых лучших. Авто. Для аренды машины вам понадобятся любые российские права. Никто нас даже не спрашивал. Полиция нас ни разу не останавливала, хотя наших знакомых и друзей останавливали 2 или 3 раза. Забронировали авто мы за 2 недели перед поездкой. А вам же я советую делать это хотя бы за 1,5 месяца. На мой взгляд, один из самых лучших сайтов, на котором стоит бронировать, это Rental Cars. Я ссылку на него дам внизу также. То есть вообще все ссылки на отели, на сайты, где мы бронировали, все будет внизу в описании. Если вы едете туда с компанией, то обязательно берите машину. В Лос-Анджелесе без тачки вам будет очень тяжело. Транспорт там развит очень-очень плохо. Далее, собственно, авиаперелет. Это одно из самых главных. Авиаперелет у нас обошелся где-то в 37-40 тысяч, точно я не помню. Летели мы авиакомпанией Лот, и она абсолютно просто... Это был самый крутейший самолет, на котором когда-либо я летал. Из Нью-Йорка мы летели уже через Лондон, Москву. Из Москвы, естественно, в Казань. В законодательстве Великобритании есть такая оговорка. Если вы летите транзитом именно из Канады либо США в Россию через Лондон, то вы можете остановиться в Лондоне до 24 часов. Далее, второй пункт. Это города Лос-Анджелес. Минусы. Самый главный минус – это запах марихуаны, запах грязи, бомжей и сами бомжи. Они везде. Они по всему городу. На Аллее Славы это, собственно, практически одни бомжи там находятся. Везде запах говна, бомжей. Плюсы. Лос-Анджелес для меня всегда был магическим городом, и, соответственно, это атмосфера. Атмосфера Голливуда, офигенная погода, крутейшие пляжи. Мне больше всего понравился Венис Бич. Советую идти вам именно на него сразу, как только вы приедете в Лос-Анджелес. Именно там вы сможете ощутить ту атмосферу, которую вы ищете в США. Он многолюден. На нем можно серфить. То, что мы сделали, но, к сожалению, не записали. Следующий город – Нью-Йорк. Минусы. Нью-Йорк очень дорогой и очень шумный. Я думаю, это всего лишь два минуса, которые очень часто характеризуют крупные мегаполисы. Поэтому это не до конца минуса. Плюсы. Все остальное. Это Манхэттен, центральный парк. Мы попали еще на концерт в Гриндей, поэтому он мне понравился в два раза больше. Некая атмосфера Нью-Йорка, в которой идет движ, и ты постоянно хочешь что-то делать. Что стоит знать перед посещением Нью-Йорка? Не берите Ситипасс. Вы потратите больше денег. Я Ситипасс не брал, мои друзья брали. В итоге они только об этом пожалели. Ну, насколько я понял. Далее. Если вы приезжаете в Нью-Йорк от 4-5 дней и более, обязательно берите прорезную. Он стоит в районе 32-33 долларов. И он себя полностью окупает. Потому что метро в Нью-Йорке очень удобное. И без него вам будет тяжело. Где лучше жить в Нью-Йорке? Советую вам жить в Нью-Джерси. Мы останавливались там. И на такой момент. На Манхэттене вы можете снять хостел и жить там в комнате, где 30 человек. А в Нью-Джерси вы можете жить в трехзвездочном отеле. Поэтому выбирать вам. Собственно, мы жили от Манхэттен всего лишь в 5 минутах на автобусе. И утром ездили на этом автобусе за, насколько я помню, 3 доллара. Главное, это в США незапланированные траты. Я отнесу их в Нью-Йорк. Потому что в Нью-Йорке у нас были все эти траты в двойном масштабе. Первая, это платные дороги, которые стоят зачастую от 5-7 долларов. И это до 30 баксов. Вторая основная трата, это налоги. Налоги, они очень большие. Они не включены в стоимость ничего. Потому что, например, только у меня налогами ушло где-то, наверное, долларов 200-250. Вернусь немножко обратно на западное побережье, это Сан-Франциско. Этот город мне тоже очень сильно понравился. Минусов я особо не нашел. Понравилось все. Улицы, Голденгейт, люди. Далее, четвертый город, которым я хотел бы рассказать. Это Вашингтон. В нем мы были один день. На этот город стоит выделять максимум 2 дня. Потому что все достопримечательства находятся рядом. Это все Капитолии, всякие Стеллы, и Мемориалы Линкольна. Это все буквально смотрится за 2-3 часа. И еще маленький момент. Это, получается, пятый город, Лас-Вегас. Если вы не играете, если вы не азартный человек, если вы не любите казино в Лас-Вегасе, делать больше одного дня нечего. Там есть всего лишь одна улица, которая называется Стрип. Где можно прогуляться 30 минут, и все. То есть, плюс еще вы смотрите несколько отелей, как Беладжио, МГМ Грант и ряд других отелей. И, в принципе, на этом все. Теперь главный вопрос, бюджет. Что поехать на 25 дней четвером, вам понадобится примерно от 150 до 180 тысяч на человека. Это минимум. Завтрак, обед стоят примерно 25-30 долларов. Бензин на 2,5 до 3,5 долларов. Проживание в среднем 100-120 долларов на 4 человек. В музее Нью-Йорка действует такая фишка, то, что ты заходишь в музей и плачешь столько, сколько хочешь. Про обзорные площадки. В Нью-Йорке они стоят достаточно недешево. И подъем, например, на топов зерок стоил мне 37 долларов. Подписывайтесь на канал. Надеюсь, вам будет эта информация полезна. Пишите внизу комментарии, вопросы. Я постараюсь на них ответить. Все записать не успею, потому что я нахожусь в аэропорту, мне нужно ехать. Пока.